Всем привет, пирожочки! С вами Тимпоз, и сегодня мы играем в новую игру под названием Super World Box. Надеюсь, я не намудрю с монтажом, и вам будет нормально видно, потому что игра, скажем так, немножечко вертикальная, самую малость, поэтому, надеюсь, вам будет удобно это смотреть на ваших смартфонов. На компьютерах, конечно же, это будет не очень приятно, но другой возможности по-другому записать у меня, к сожалению, нет, потому что, ну, собственно, игра только в вертикальном формате. У меня здесь уже начался пожар, потому что в центре карты стоит вулкан какого-то хрена, и мне все нахрен сжигает, поэтому мы сейчас будем создавать новый мир. В чем смысл, ребят? Эта игрушка является симулятором бога от начала и до конца. Здесь нету правил, нету, нету правила есть, в принципе, физика, все дела. Нету целей, то есть нету сценария какого-то. Мы просто создаем расы, мы просто создаем цивилизации, можем их хреначить как угодно, можем их уничтожать, развивать, помогать, объявлять войны и просто наблюдать за всем этим процессом. То есть, по сути, ну, от нас здесь не то, чтобы ничего не зависит, но мы, по сути, являемся богом, а то, как цивилизация будет развиваться, зависит только от них самих, насколько они будут прогрессивными, развитыми и так далее и тому подобное. Если данный ролик наберет много лайков, ребят, я не буду ставить конкретные цели, но давайте для примера возьмем цифру 100, набираем 100 лайков под этим роликом, и я снимаю не продолжение, а, наверное, новую какую-нибудь зарубу мы с вами устроим. Ну, или пишите в комментариях, что можно здесь интересного сделать, потому что игра достаточно обширная, много функционала, и показать вам есть реально что. Ролик будет длиться примерно 20-25 минут, а, блин, если показывать вам прям все, можно придумать различные сценарии, сюжеты, это прям вот можно надолго растянуть. Итак, с чем мы начнем? Начнем мы с создания мира. Давайте мы выберем формат, внимание, большой размер мира может влиять на произведительность игры. Ну, у меня телефон достаточно мощный, поэтому я думаю, что гигантский размер не будет для нас проблемой. Малые острова, случайные формы, уровень воды. Вот честно, я не помню, что здесь лучше выставлять. Давайте я сейчас мудрить сильно не буду с настройками, это нужно потом уже индивидуально. Давайте просто создадим гигантский размер, и вот по тем параметрам, которые у нас тут выставлены, создать. Что нам сейчас предложит игра? Она автоматически генерирует карту, генерирует новый мир, и вот, собственно... О, серьезно, это здоровая карта, я такие люблю. Хотя, с другой стороны, если мы хотим видеть замес здесь и сейчас, то нужно делать, конечно, ну, как бы меньше, меньше карты, чтобы расы могли столкнуться с друг с другом гораздо раньше. Я в эту игру играл где-то полгода назад, играл в нее, ну, там, несколько часов, может быть, поэтому, если буду тупить, вы меня простите. С тех пор вышло несколько обновлений, и я могу какие-то вещи забыть, не помнить, не учесть. Поэтому моя задача вам просто показать эту игру, и если она вам понравится, соответственно, мы будем снимать еще какие-то по ней ролики. Итак, можно менять физическую карту мира, она будет некрасивая, потому что, как бы, ну, видите, тут бережка, бережки есть, песочек, все дела, травка, более густая травка, зелень. Если делать все вручную, будет некрасиво, поэтому лучше использовать сгенерированную карту. Итак, мы ничего менять в рельефе, в ландшафте не будем, наверное, ничего не будем. Сразу давайте основы. Основы — это цивилизации, королевства, поселения. У нас их есть четыре класса. Это люди, обычные люди строят поселения и плохие дороги. Эльфы любят деревья, ненавидят орков. Орки зеленые и грубые не любят людей. И дварфы, то бишь гномы, обожают горы. У нас горы здесь я не особо вижу, к счастью или к сожалению. Давайте, может, мы немножко гор создадим. Например, горы высокие смертностные холмы. Где у нас будут гномы? Давайте, наверное, людей мы поселим в центре. Орков поселим на севере. На юге будут эльфы. А вот на маленьком вот этом островке, ну, дварфы, гномы у нас будут немножко ущемленные. Ну, давайте мы здесь им чутка добавим гор, я не знаю, пусть вот так будет. Вот вам, собственно, гора. Ну, такая себе хуевая гора, конечно, но вы идею поняли. Давайте для начала сколько сделаем? По 50 поселенцев, или 50 мало? Давайте по 50, а потом посмотрим, может, добавим еще. По 50 поселенцев для каждой расы. Сейчас нафигачим. Единственное, как смотреть? Я сейчас, секундочку. Это, по-моему, отображается... Нет, не здесь, не здесь. Поселение. Вот, вот поселение. 5. Фигачим дворфов. Продолжаем дворфов. Их количество не будет равно 50. 50. Все, они начали свое развитие. Теперь давайте быстрее делай всех остальных. Люди у нас пусть будут в центре. Не знаю, почему, мне так кажется, что надо их в центр поставить. Тоже 50, не будем мудрить. Сразу скажу, что цивилизации могут сами по себе разделяться. Могут случаться в них революции. О, ребятки увидели какого-то зверя. Пошли всем стадом своим его месить. Возвращаются, да? Могу делать дальше. 41, 42, 45, 50. Хорошо. Орки, орки. Пусть у нас, наверное, будут на севере или на юг поселить. Давайте я их на юг поселю. Поближе к гномам. Пусть у них месило пораньше начнется. 7, 8, 10. Так, 50. Делаем так же, чтобы все были в равных условиях. Ну, примерно. Да, эта игра задает очень странные звуки. Не совсем понятные для меня. Так, опа. Люди уже успели разделиться. Или кто это у нас? 6. Я переборщил, видимо, с людьми. У них образовалось сразу же 2 королевства. Ну, это не 3 королевства у них образовалось. Люди какие-то очень нестабильные ребята. Так, эльфов. Быстрее вместим эльфов. В вашем мире есть поселение для всех рас. Ну, понятно. Люди, короче, сразу же расплодились. В том плане, что я их больше случайно сделал, видимо. 50 этих самых эльфов мы создали. Поселение, которое у нас сверху образовалось, оно сразу же погибло. Ну, ребята, ребята, люди, они здесь второй лагерь мини на 6 человек быстро уничтожат. Я думаю, может быть, двух людей замесить. Не, пусть так. У гномов, соответственно, уже 2 поселения. Они уже начали строить здесь города. Строить строения, развивать их. Если я не ошибаюсь, игру можно ускорить. Или не можно. Я вот не помню. Так, дополнительные всякие фичи. Люди. Так, по-моему, нет. Ну, если можно, напишите в комментах. Может быть, я сам, конечно, чуть позже увижу. Итак, я сейчас не хочу уничтожать все, что я здесь вижу. Хочется как-то это дело немножко развить. Перед тем, как, ну, вы сами понимаете, что должно произойти. Пауза. Игра приостановлена. Окей. Вот песочные часы изменят скорость игры. X1, X5. Ускоряем процесс. Можем подождать, пока немножко расы разобьются. Пока можно за ними следить, что здесь происходит. Ну, 50 достаточно мало. Они будут долго развиваться, потому что здесь идет процесс рождения новых юнитов, скажем так. Процесс смерти. То есть, персонажи все на карте могут умирать от старости. Ну, и, соответственно, они могут погибать в войнах. Вот здесь, если вы видели, было 6, уже 8. То есть, они как-то очень активно начали размножаться. Несмотря на то, что их было меньше. У меня стоит правило. Где у меня правило, кстати говоря? Что это у нас? История. Меня не интересует ни история. Может быть, законы. Вот. Дипломатия, случайные события включены. Дружелюбные монстры отключены. Потому что я хочу, чтобы все существа воевали друг с другом. Голод. Деревья имеются. Трава имеется. Колонисты. Королевство будет посылать колонистов для создания новых поселений. Все правильно? Старость. То есть, все, в принципе, логические параметры у меня включены. По умолчанию. Но их можно отрубить. Если вдруг по какой-то причине вам они не нравятся, вы хотите устроить какой-то массовый замес. Все. Поселение присоединено. Я так понимаю, мирным путем. То бишь, основной как бы клан. Он захватил центральное здание. Столицу. То бишь, главный город. Главный дом. И без боя захватили поселение. У людей идет активный рост. Как мы можем сейчас наблюдать. Они переселяют. Как-то не очень активно размножаются. Что происходит вообще? А, они переселяют поселенцев из одного города в другой. Ну, в принципе, в принципе, логично. Ну, людей сделал, конечно, больше. Может быть, как-то компенсировать остальным этот момент. Потому что здесь гномов, например, всего лишь 51 суммарно сейчас. А у меня Х5 включено. Я вот не все понимаю. Да, Х5. Ну, наверное, такой скорости и продолжим. Ну, разве что, если будет какой-то замес, можно будет постоять на паузу и посмотреть, кто с кем рубается. Итак, что у нас здесь есть? Это общие показатели мира. Население 258 человек. Ну, существ. Это законы. Это у нас что? Избранное не интересует. Можно. Смотрите. Ребятки, каждого отдельного юнита. Если я сейчас по нему пальцем, конечно, попаду. Черт возьми, хватит так быстро. Или нельзя, подождите. А почему я не могу ни на кого нажать? Давайте паузу поставим. Я пробую кого-то выбрать. Так, видимо, надо нажать на людей. Нет, тоже неправильно. А как же? Я помню, что в этой игре можно было смотреть характеристики каждого из персонажей. А как же это сделать? Как же это сделать? Вот, осмотреть, показывать детали существ. Например, вот у каждого персонажа есть свое личное имя. То есть его можно назвать. Если у вас есть какое-то чсвшное желание стать королем морков, вы можете это сделать, себя назвать. У каждого персонажа есть черты. У каждого. Даже у ребенка здесь существующего. Например, вот данный персонаж, он обладает параметрами регенерации. Он слабый. И что? Смотреть не трогать? Нейпот. Что это такое? Где, пожалуйста? И слабый дикарь. Получает кости и кожу с поверженных врагов. Есть показатели атаки, урона, брони, скорость, критический удар, скорость атаки, дипломатия. То есть понимаете, насколько эта игра продуманная до мелочей. То есть здесь проходит именно вот такая очень интересная активная симуляция, за которой прикольно наблюдать. То есть в игру можно играть часами. По сути в ней нету ничего. С одной стороны. А с другой стороны в этой игре есть все, что может быть для нас интересно. Единственное, мы не можем напрямую управлять войсками, строить города. Этим всем занимается бот, компьютерный интеллект, который управляет этим самым поселением. Ну может с одной стороны это и плюс, потому что в симуляторе бога, собственно, что нам еще и нужно для счастья. А можете обратить внимание, что все расы, так надо убрать эту кнопку, все, все расы, они выглядят по-разному. То есть как сами юниты на карте, так и здания, которые они строят. Соответственно, ну и они дают разные бонусы этим расам. Ну а позже начнется, конечно же, глобальный замес. То есть люди, соответственно, строят обычные стандартные холупки, домики одноэтажные, двухэтажные. Постепенно они их улучшают, увеличивают с ростом, размером армии. Вот, например, можем видеть лучника. То есть в каждом городе есть обычные рабочие крестьяне, а есть бойцы, которые так или иначе просто свободно маневрируют по территории. Охотятся, добывают, охраняют. И сейчас можем видеть, как развиваются эти цивилизации. Давайте посмотрим, кто из них как развился. Мне сейчас интересно. Нет, стоп. Главное сейчас лишнего не сделать и случайно не устроить армагеддон. В этой игре это делается проще простого. Здесь нет этой истории. Я постоянно забываю, где дипломатия у нас. Это у нас выделение юнитов, население. Может быть, три точки? Что это у нас такое? Статистика. Нет, мне не это интересует. При этом медведь... О, нет, пожалуйста, это медведь-инструктор. Зачем я его включил? В общем, вы коротко проходите через инструктаж. Случайно. Мною вам показанный, оказанный. Блин, я хочу посмотреть дипломатию. Наверное, вот здесь, в вкладке людей, можно поселение. Нажмите на поселение, чтобы посмотреть подробную информацию о нем. Пока что не нужно. Отношения. Вот, мы можем посмотреть, кто с кем сейчас воюет. Люди, смотрите, объявили войну оркам. Ой, гномам или наоборот. Но пока что замеса я не вижу. Но они почему-то сейчас автоматически враждуют. Пока что это единственный конфликт, который находится в поле моего зрения. Что значит отношений? Дружба заставить королевство заключить перемирие. Нет, пока что вмешиваться я не хочу. Злоба заставить королевство убедить войну. То есть можно и так сделать. Вдохновение. Если использовать на поселении, которое не является столицей. Что? Оно отделится и создат свое королевство. То есть можно устроить революцию, понимаете? И давайте, может, мы людям устроим революцию. Ну, то бишь, мы изначале дали им баф. Но я хочу вначале увидеть, кого здесь больше. То есть зеленые, это у нас кто? Это у нас люди. 198 людей. А на втором месте у нас как раз таки идут... А нет. На втором месте у нас идут эльфы. 163 жителя. На третьем месте орки 152 с тремя городами. И на последнем месте у нас сейчас гномы. Давайте в таком случае мы немножко ввяжемся в этот конфликт. И, ну, чуть-чуть людям напакостим. Ну, скажем, отделим от них город Шас... Господи Иисусе. Чашапов. Короче, понятно. Давайте мы его отделим. Немножко революции, немножко коммунизма мы посеяли. Сразу же началось спизделово между этими городами. Столице не понравилось. Отделение. И, собственно, начался глобальный замес. Хочу поставить сразу же на паузу. Или, по крайней мере, остановить. Х1. Вот, собственно, в реальном времени это выглядит вот так. Немножко, конечно, замедленно, скучно. Ну, вот они начали, собственно, крушить и убивать своих некогда близких друзей, родственников, братьев и сестер. Красные тем временем успели захватить второй город. Интересно, как у них это получилось. Видимо, третий город. Ага, то есть коммунисты одерживают верх. Я вас понял. Красную силу не остановить. Очень неожиданно. Я думал, что красных быстро снесут, учитывая, что они были в значительном меньшинстве. Ух ты, ребята. В обновах появился флот. А, так вот оно чё. Вот оно чё. Раньше, когда я полгода назад играл, флота не было. Слушайте, а у остальных раз есть флот? Это что? Это зверь или это корабль? Вот, у всех есть флот. Отлично. Просто раньше пизделово выглядело очень странно. В том плане, что юнит дрались прямо на воде. То есть все юниты, они просто плыли через океан. И где-то в центре у них происходили сражения. Это было максимально глупо. А сейчас появился флот. Это интересно. То есть они, по идее, должны сейчас все вместе закупаться на корабле и поплыть на штурм. Слушайте, это значительно меняет процесс. Коммунисты победили, ребят. Если вы делали ставку на красных, то поздравляю вас. А что происходит? А, слушайте, а корабли-то не захватили. Корабли-то всё ещё синие. И люди вынуждены уничтожать собственный флот. То есть там какой-то челик из-за своего бункера сидит, херачит стрелами. Понятно. Всё с вами понятно. Я, короче, заруинил немножко людям игру. Ну, надеюсь, они меня простят. Давайте посмотрим сейчас на статистику, что у нас происходит. Подождите, а что у нас происходит? У нас где-то есть... А, два юнита. У зелёных осталось два юнита. Это как раз-таки, я так понимаю, флот. Бедные зелёные. Я не знал просто, что есть флот, поэтому вот так вышло. А теперь на первом месте у нас получаются эльфы. 218. Серьёзный перевес. Надо что делать? Правильно, балансить. Это самое интересное в этой игре. Хочется, знаете, достичь идеального баланса. А кто это к нам плывёт? А кто это такие красивые к нам плывут? Красные. Красные создали уже свой корабль. А где? А где у них ещё дополнительный верфь? Где у них порт? Я не видел. А как они создали ещё один корабль? Наверное, захватили город. Интересно. Интересно. У них плюс корабль. Куда он плывёт? Красный. Я за тобой слежу. За тобой... Я прям заинтересован. А ну-ка. А куда мы плывём? Что происходит? Воевать плывёте? А ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Стоп, подожди. Красный это кто? А, с чего я решил, что это красный? Может быть это флот этих гномов? Ну да, это флот гномов. А ещё у них красный флаг. Видимо, просто по цвету расы. Я думал, цвет флага зависит от цвета, вот, ну, названия государства. А он зависит именно вот... Ну, гномы, у них просто красный флаг. У людей, так понимаю, флаг какой будет? Синий. У эльфов зелёный, разумеется. Наверное же, да? По идее, зелёный. А у орков... Всё, уничтожили. Всё, по идее, королевство людей то было уничтожено. А у орков жёлтый. Наверное. Предполагаю, что жёлтый. Орки здесь выглядят очень забавно. Да ладно. Что у нас по королевству? Он здесь 28. Людей всё ещё очень много. 185. 185 людей, ребят. Кто с кем воюет? Давайте посмотрим на их взаимоотношения. Дружба, нет. Я не это хотел посмотреть. Вот, вот. Красный, соответственно, с гномами уже не воюет. Я буду назвать их гномами, ребят. Мне так проще для понимания. Ну, пока мир. Пока у всех мир. Давайте тогда ускорим игру и посмотрим, что произойдёт дальше. Ну, я вам сейчас показываю азы. Тут как бы я ничего делать не делаю. Просто комментирую происходящее. Это самый интересный процесс, как у меня. Но для любителей добавить огоньку, так сказать, тут очень много функций. От добавления обычных простых животных, ни на что не влияющих, кроме уровня продовольствия, до тотального, мать его, разрушения. Медведь, большой мохнатый животный. Нет, давайте пока не будем. Пиранья, хищная рыба, червячок ползает под землю и меняет ландшафт. По-моему, червячка уничтожить нельзя. А вот то, что он меняет ландшафт, мне не очень нравилось. Я помню, я его запускал. Он просто хуярит по всей карте и прокладывает подземные пути. Как бы мне, если честно, его действие не очень понравилось. Но под конец ролика, я думаю, мы какой-нибудь глобальный пиздец здесь устроим. Ну, как бы скучно будет просто смотреть. Но что меня радует? Смотрите, расы страны развиваются, увеличиваются в размерах. Ну, за исключением гномов. Их не лимиты, так понимаю, уже достигнут. Им нужно расширяться. Им нужно плыть дальше. А у всех остальных пока территории есть. Вот у людей тоже. Тоже сейчас заполняется все пространство. А вот у эльфов самые большие просторы. Тут еще можно спокойно город новый ставить. Я думаю, скоро они это сделают. И, собственно, эльфы как бы наиболее такие развитые на данный момент. То есть они прям очень хорошо так развиваются, колонизируют территорию. Что у нас есть еще по юнитам? Давайте пока что у нас происходит... Пока у нас ничего не происходит, государство развивается. Я вам покажу, кто у нас есть еще. Из существ мы можем добавить на карту холодки. Древние существа, которые приносят холод. То есть они будут замораживать все, к чему они касаются. То есть будет наступать зима. Ну, это такие ходячие, можно так сказать. Демон пыхтит и дымится. То есть эти ребята будут просто сжигать территории. Бандиты опасные ребята, которые любят играть с огнем и взрывчаткой. Сноумен, он ничего не знает. Я заинтригован. Давайте мы Сноумена поставим здесь. Просто ходит и все замораживает, я так понимаю. А чем он отличается от холодка? У него будет какой-то конфликт, замес между собой. Почему так-то размыто все выглядит некрасиво? Нет, замеса никакого нет. Они просто ходят оба и замораживают территории. Ясно. Давайте бандиты им поставим. Не будут друг к другу сражаться? Будут. Ну, как бы, ну, такое себе, да. Маг зла. Соперник мага добра. Маг добра. Опа. А маг добра, он будет как бы, ну, атаковать другие расы? Вот мне интересно. Или нет? Из-за того, что у нас теперь, теперь страны, государства не перемещаются по воде самостоятельно, очень мирно все выглядит. То есть никто ни с кем не воюет. Они просто расширяются, увеличиваются. Я хочу увидеть замес. Кого с кем? Вот вопрос. Кого с кем? Эльфы начали строить еще один город. Очень, причем активно. Я так понимаю, их сейчас очень дофига. Давайте посмотрим, кто есть у нас еще. Из юнитов зомби. Превращает всех, всяких людишкоподобных в зомби. Ну, людишкоподобные, я так понимаю, все. Все здесь людишкоподобные. У нас есть скелеты, подвижная кучка костей, которая лезет в драку. Песочный паук создает песок и умирает. Мне интересно. Робосанда. Эта хрень, короче, летает по карте и всех уничтожает. Давайте я начну, наверное, всех уничтожать. Как думаете? Уже, в принципе, большую часть ролика мы с вами обозреваем происходящее на карте. Давайте я робосанду поставлю. Допустим, давайте возле эльфов куда-нибудь вот сюда вставлю. Ага, он просто летит и взбрасывает бомбы. Ну, в принципе, очень даже, да. Энос. Странный трек, который левитирует в воздухе. Ну, она не только левитирует, я вам секрет открою. Она еще будет что-то там делать. Куда он полетел? Опа, опа, опа. Пошел, пошел, поехал. Поехал выжигать людей. Я его поставил к эльфам, он пошел людей. Расисты хренов. О, его можно уничтожить. Ну, это радует. А то я думал, что оно бессмертное. Дракон, плюс-минус то же самое. Фея, мирное существо, которое лечит всех вокруг. Ну, давайте тогда им фею для разнообразия поставим. Я ее поставил, я не вижу. Видимо, да. Две феи создал. Ну, ладно. Две феи, так и две феи. Опа. У орков здесь с людьми замес какой-то начинается, или мне кажется? Давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим, что нет. Опять не то, опять не то. Дружба вот. Нет, все, все, все у них нормально. Никто не с ним воюет. Может быть, пора развязать конфликт между ними. Сейчас я вам хочу всех показать, что здесь у нас есть. Очень много различных существ. Какие-то из них полезные, какие-то из них вредные. И сто пятьсот способов уничтожить все и вся в этой игре. Погодные условия. Мы можем устроить кислотный дождь, дождь из лавы, извержение вулкана, извержение кислотного вулкана. И самое интересное, это бомбы, всевозможные лучи. Монета бесконечность стирает 50% существ. Ну, как бы а-ля Танос. А что у нас произошло? Что, кляш? Ой. Ага, это луч смерти. Можно просто выжигать территорию. Как бы вот. Вот вся его фишка. Что происходит? Произошло отделение. А что, красные допустили прихода зеленых на их земли? Как интересно. Зеленых же у нас нет на карте, правильно? Синие, красные, желтые и фиолетовые. Ух ты, как тут много эльфов. Им уже селиться просто негде. Я все жду, пока начнется какой-то замес глобальный, а он не начинается. Давайте, слушайте, стравим орков и гномов. Что думаете на этот счет? Давайте сейчас организуем войну. Так, ну допустим. Злоба. Побольше злоба. Злоба много не бывает. И вот сюда злобу вам тоже накидаем. И что? И что у нас произошло теперь? Я пока не понимаю. Все. Вот два... Ой, понятно. Понятно. Все понятно. Они просто воюют. Воюют все со всеми. Ну окей, я готов посмотреть на этот замес. И что будет происходить? По идее, они должны начать отправлять туда флот. Но я не вижу, чтобы хоть кто-то плыл хоть куда-то. По идее, война сейчас идет на три стороны. То есть эльфы, гномы... Это же... Нет, это орки. Орки и гномы сейчас воюют. Вместе и с людьми тоже. У меня включена скорость Х5, но войны нет. Из-за того, что здесь появился флот, бои идут какие-то не очень активные. То есть это просто рыбацкие лодки. И как бы их хреначат. А вы будете как-то высаживаться? Или зачем вам вообще флот дан? Не совсем я пока понимаю, когда должен начаться замес. Я могу, конечно, проложить сейчас сухопутный маршрут между государствами. Но это будет как-то... Ну, блин... Геймплей же как-то продуман под это. Зачем же тогда... Ну, я не хочу вмешиваться прям настолько сильно в игровой процесс. Хотя, с другой стороны, почему бы и не, друзья? Почему бы и не? Давайте тогда, что мы сделаем? Может, червя поставим, который фигачит все на своем пути? Лава, золото. Сейчас я просто думаю, как бы лучше это сделать? Или бомбу хренакнуть просто в центр? Посмотрим, что из этого выйдет. Царь из бомбы используется, чтобы показать Кузькину мать. Вот самое мощное оружие, которое есть в этой игре, это царь-бомба. Давайте ее вот сейчас в центр океана вот сюда шмальнем, аккуратненько, и посмотрим, как много она разнесет. Или не будем рисковать, давайте что-то поменьше. Материальная бомба уничтожает пиксели. Атомная бомба, очень сильная бомба. Напалом, апокалипсис сегодня, граната, бомба. Так, давайте обычную бомбу сбросим в океан, посмотрим, что будет. Ну, как бы, вот, да, такие небольшие пуги, как бы, они не особо страшны. Даже не вызывают появление новых территорий. Имя в виду песка напалом. Попробую напалом здесь ударить. Пусть их хочу уничтожать прямо сейчас. Атомная бомба, друзья. Ой, что-то я переборщил, по-моему. Тоже серьезно. Антиматериальная бомба. Давайте один раз нажмем. Ох, твою мать. Ну и давайте царь бомбу сюда скинем. Блин, мне что-то кажется, она сейчас заденет кого-то. Я нажал, нет? Вот, полетела. Полетела красота. Твою мать, да, задела чуть-чуть. Но не дала мне нужного результата. Начался пожар по всем территориям. Я чуть-чуть всех подпалил. Но я не это хотел сделать. Я хотел не это сделать. Мне нужно как-то проложить путь. Раз они не хотят воевать самостоятельно, надо их заставить. Почва идеальное место для новых по цивилизации. Ну давайте, давайте тогда сделаем вот что-нибудь вот эдакое. Вот такое. Уродски согласен. Не комментируйте. Но вот началось. Пошла жара. Куда пойдут гномы? Они идут в своей могучей армии на орков. Орки отвечают тем же. Люди пока сторонятся. Так понимаю, люди победят в этой битве. Великой и могучей. Орков больше, поэтому они без проблем должны разобраться с гномами. Я так думаю. А люди пока что-то игнорят вообще. Эту землю. Может они не увидели ее? Да оно им не надо. Им надо город спасать. Они больше всех пострадали. От напалма моего. Ну как бы количество гномов стремительно уменьшается. Хотя я так понимаю, они достаточно сильные ребята. В броне все дела. Ну в принципе, почему бы и не поставить здесь город? Правильно, ребята. Правильно. Все правильно. Своих территорий мало. Надо использовать любое доступное нам пространство. Все в принципе логично. Не могу ничего противопоставить этому. А эльфы спокойно себе развиваются. Меня очень волнует вопрос касательно флота. Флота. Пока что я не вижу его в действии. Может быть государства просто мало развились. И нужно больше времени, чтобы они додумались как-то его нормально использовать. Но как-то долго. До появления флота, конечно, замес был более динамичным в разы. Что можем сделать интересного? Поджечь почву поджигать не хочу. Можем устроить торнадо. Давайте сейчас эльфам немножко напакостим. Напакостим сделаем торнадо. Куда он полетит вопрос? Ага, все. Все пошло правильно. Давайте несколько тайфунов ими сделаем. Ну, как бы не повезло, ребята. Не повезло. Бывает всякое в жизни. Вот и как бы вы жертвы. Жертвы обстоятельств, жертвы судьбы. Немножко покидают сейчас эльфов. Уничтожают их города. Что им жизнь с сахаром не казалась. Орки. Орки, смотрите, отбили гномов. Захватили ихний город. Стерли с лица земли и продолжают свое наступление. И построили свой. Собственно, почему бы? Почему бы и нет? Ну и давайте, я не знаю, устроим, может быть, кислота. Нет? Кислота хочу кислотные дожди. Где они? Где они родненькие? Они же где-то были. Вот. Кислотное облако. Давайте мы его, а тоже, наверное, этих же несчастных эльфов и устроим. Просто не знаю, куда оно полетит. Нет, все правильно. Кислотное облако вызывает кислотные дожди, а дожди кислотные уничтожают всех и вся. Эльфам не повезло. Лавовое облако. Почему бы и нет? Почему бы не устроить дождь из лавы, который спалит всех к ядренам матери? Ну, короче, вот отрываемся как можем, ну, вы понимаете. Нужен контент, сжигаем расы и нации. Люди успокоились, развиваются, чем воевать, правильно? Отстраиваются, они даже не думают. В то время как эльфы и орки тут вовсю мелятся, прям жестко рубилом их началось. Давайте им для замеса устроим сюда зомби. Только я хочу как бы увеличить немножко размах. И они поштучно заказываются. Мне просто интересно, куда эти ребята сейчас пойдут? Побольше, побольше зомби. Вот, все. Толпа создана. Ну, конечно, зомби тоже могут умирать, но они при убийстве других юнитов, они создают себе клонов. Ну, в общем, ребята, вот как-то, как-то так. Тут можно вам показывать очень много всего, очень долго. Я думаю, что для общего понимания игры. Надеюсь, вам это было понятно. Вот. И если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте ему лайк, мне будет приятно. И если будет ваше желание, можем устраивать любые интересные вам события. Ну, а как бы основы геймплея, основы этой игры я вам показал. Думаю, всех, кого это могло заинтересовать, оно заинтересовало. А на этом все. Я вас всех благодарю занимаюсь в моем тимпост. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравился этот ролик. И до новых встреч. Всем спасибо, всем пока и удачи.